Слово дали, но не сдержали. Жители Черешни обещали мэру навести порядок во дворах еще год назад на таком же сходе. Объезд улиц в этот раз показал лишь единицы. Убрали мусор со своих придомовых территорий. В свою очередь муниципалитет отремонтировал сельскую школу, увеличено количество мест в детском саду, построен ФАП, восстановлен мост. Но вот почему жители Черешни не хотят дальше менять свою жизнь к лучшему, в администрации города понять не могут. Мы требуем только элементарные вещи. Это навести порядок, поправить свои заборы, покосить траву во дворе, чтобы была чистота и порядок. Вот это мы регулярно вам говорим. Вот на сегодняшний день я могу сказать, что составлено у нас 45 протоколов и выдано порядка 200 предписаний. Анатолий Пахомов потребовал от местного ТОСа и руководства сельским округом активизировать работу по наведению порядка во дворах в кратчайшие сроки. Не лучшим образом обстоят дела и в селе со сбором земельного и имущественного налогов. Сотни миллионов рублей не доплатили местные жители в бюджет города. По мнению мэра, злостные должники наносят ущерб не только муниципальной казне, но и в первую очередь родному селу. Ведь на решение проблем Черешни требуются средства и немалые. В частности, нужно срочно ремонтировать дорогу, по которой ходит общественный транспорт. Аварийную подсыпку оползневых участков, пообещал мэр, сделают незамедлительно. А вот, чтобы провести капитальный ремонт, придется обратиться за финансовой помощью в Край. Возможно, деньги выделят в следующем году. Еще одна острая проблема – газоснабжение села. Трубы есть, но голубого топлива в них нет. Заказчик агентства ТЭК, как и подрядчик одной из ставропольских компаний, прекратили свое существование. Ответственным исполнителем, то есть тот, кто заказчиком выступал, был агентство ТЭК. Это департамент ТЭК Краснодарского края. Людей там уже этих никого не осталось. И мы бы сказали, ну что мы можем, ну развести руками. И мы по такому пути не пошли. Мы взяли и департамент городского хозяйства города Сочи создал комиссию, проверяем, своими силами те недостатки, которые не доделал заказчик, устраняем. И в судебном порядке будем обязывать Газпром, Гургаз, включать нам газ. Если суд примет решение в пользу мэрии, то газ в дома сельчан начнет поступать уже в конце этого года. На встречу подняли вопросы и с незаконной свалкой, которая образовалась в Чережне в период подготовки к Олимпиаде. Тогда предприимчивый местный житель на своем участке устроил настоящий полигон для бытовых отходов. Суд действия Сочинца признал незаконными и обязал собственника очистить землю от мусора. Но воск, как говорится, и ныне там. Глава города обязал юридическое управление района администрации проконтролировать исполнение судебного решения.